Здравствуйте, Роман. Скажите, пожалуйста, что вас заставило прийти в пикет к зданию МВД Тюменской области? Я являюсь пенсионером МВД с 1994 года, проходил службу в органах внутренних дел. В 2017 году я вышел на пенсию. После этого у меня начались проблемы. Меня с семьей выселяют из жилья на улице. А жилье у вас служебное получается? Не приватизированное? Нет, оно не приватизировано. Оно является служебным жильем. Мне его выдавало на каком-то основании. Выдало не ГУВД Тюменской области, а администрация города Тюмени. На судах это было все заявлено. Мы требовали с администрацией предоставить договор, на каком основании мне администрация предоставила жилое помещение. На что судья ответила, если бы не было договора, вам бы никто его не предоставил. То есть были суды, вы суды проиграли и вы должны освободить жилье? Да, до 1 декабря этого года я обязан освободить жилое помещение. Когда вы встали на очередь, как нуждающиеся в МВД? В МВД мы писали, я как только устроился на службу в 1994 году, нас, всех иногородних, кто приехал, приезжие в город Тюмень, требовали писать рапорта на постановку на очередь, на жилье. С 1994 года мы писали, все эти рапорта с нас собирали, увозили. В дальнейшем нам привозили списки, в которых было все прописано и указано, какая очередность. Но после реорганизации милиции в полицию, все наши рапорта, вся очередность потерялась. В 2013 году мы также стали на очередь в ГУВД Тюменской области на получение дневновременного пособия на приобретение и строительство жилья. Пособия вы не получили? Нет, пособия мы до сих пор еще не получили. Видите, дорогие друзья, даже собственными полицейскими система обходится негуманно. Спасибо, Роман. Мы постараемся максимально распространить вашу историю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и боритесь вместе с нами за свои права. Спасибо.